Северный завод в Ненинском округе в самом разгаре. В полном объеме годовым запасом топлива уже обеспечены поселки Харутах, Ривер и село Коткино. Вщели навезут дизель, тошвейско-лабожская пыль имеет Сеоксина в ожидании судов с последними партиями масел и смазок. А тем временем к разгрузке угля и дров приступил и Канинский сельсовет. Первые суда с топливом пришли внесть в начале июля. 1800 кубометров дров поставлены для нужд Несим, Глы и общины Канин. Это необходимый годовой объем Канинского сельсовета. Разгрузили почти полторы тонны угля. На подходе боржа с последней партией кузбасского топлива. Также морем доставлены горюче-смазочные материалы. Около 300 тонн жидкого топлива и 400 тонн масел и смазок. Два этапа произведена. Первая и вторая боржа. Зашли. Работаем в штатном режиме. Все, смены качаем круглосуточно. Все хорошо. В порядке. Дальше, да, по участкам. Чижа, Шой, Накия. Теперь Канинский сельсовет обеспечен необходимым запасом топлива. В муниципалитете северный завоз начинается рано, чтобы люди смогли перезимовать без проблем. А вот коротайки приходится ждать до июля. Это связано с тем, что морская навигация там открывается позднее. Что касается Печорской топливной навигации, она идет полным ходом. В Щели навезут дизель, Тошвиско-Лабышская, Пылемец и Оксина в ожидании судов с последними партиями масел и смазок. В Великовисочном принимают баржу с твердым топливом. Партия содержит 40% планового объема. Также виски ожидают бензин. В целом период речной и морской навигации в населенные пункты округа будет доставлено 13 тысяч кубометров дров и около 28 тысяч тонн угля и больше 9 тысяч тонн дизтоплива, масел и бензина.